Сергию Посадский музей-заповедник подготовил для посетителей праздничную новогоднюю программу. Она пройдет в нескольких выставочных залах Конного двора. В одном из них, в мире русской деревни, откроется мастерская чудес, где дети и взрослые смогут своими руками изготовить традиционную деревянную поделку. Здесь же пройдет музейный квест накануне Рождества. Он будет по мотивам гоголевских произведений. Здесь мы встретимся с персонажами, здесь мы вникнем в их проблемы, в их дела. И попытаемся их решить совместными усилиями. Еще одна мастерская заработает в музее русской матрешки. Здесь познакомят с традициями сергиево-посадского игрушечного промысла. Вместе с музейными мастерами гости попробуют изготовить деревянную елочную игрушку. А в отделе декоративно-прикладного искусства взрослых посетителей ждет познавательная экскурсия на тему празднования Рождества и Святок на Руси. А вот для самых маленьких мы решили, что не обойтись без встречи с Дедом Морозом. И в этот раз мы будем искать его следы в экспозиции декоративно-прикладного творчества. Здесь среди красоты он тоже здесь побывал, он на эту красоту любовался. Вот нам нужно будет отыскать его следы и все-таки с ним встретиться и попраздновать наступление Нового года. 24 декабря здесь откроется выставка Клинской елочной игрушки «Стеклянная сказка. Подарок Рождеству». Клинская фабрика «Елочка» – старейшее российское предприятие по изготовлению стеклянных елочных игрушек. Существует с 1848 года. Ежегодно в музее-заповеднике елки украшают игрушками именно этой фабрики. Игрушки, которые там создают, они ручной работы, ручного выдувания, ручной росписи. Это наше национальное достояние. Все игрушки на этой выставке изготовлены в последние годы, изготовлены ведущими художниками промысла. И, конечно, ценность выставки в том, что здесь весь разнообразный ассортимент, который сейчас существует на промысле. Большие шары с пейзажами, подвески, сказочные персонажи и животные. На фабрике Бережного создают советские и дореволюционные игрушки, а также придумывают тематические наборы. Например, игрушки, посвященные 75-летию Победы или 60-летию освоения космоса. Все это можно будет увидеть на выставке. Придумали музейщики программу для тех, кто хочет погулять по Сергиевому Посаду и познакомиться с его историей. Квест по городу пройдет с использованием мессенджера WhatsApp. Когда через нашего музейного оператора, через мессенджер мы будем получать всякие загадки, всякие подсказки. И вот так вот, коммуницируя, будем также проходить какой-то маршрут, рассказывать историю, узнавать, отгадывать и открывать. Это вот такой вот необычный формат. А тем, кому ближе все-таки более традиционные формы, мы отправимся тоже на улицу в интересных прогулках по старому городу. Новогодняя программа в музее-заповеднике начнется 25 декабря. Узнать расписание и купить билеты можно на сайте музея. Сотрудники музея напоминают, что в выставочных залах нужно быть в маске и соблюдать дистанцию. Группы для посещения станут набирать не более пяти-семи человек. Екатерина Фурсова, Михаил Крисанов, программа События.